Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики Укрлайф ТВ, приветствую всех вас. Известный политтехнолог Андрей Золотарев вместе с нами. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Британское издание The Economist пишет о том, что Запад должен убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от цели вернуть захваченной России территории военным путем и признать, что для этого Украины нет ни сил, ни средств. По мнению издания, Украине нужно нечто гораздо более амбициозное, чем план победы – срочное изменение курса. Поскольку украинские оборонные линии могут рухнуть до того, как военные ресурсы России будут исчерпаны, в то время как энергосистема уже в значительной мере уничтожена, усталость Запада растет, а украинское общество все меньше верит в перспективу полной победы. В качестве новой, более реалистичной цели Украины в войне издание предлагает сделать удержание линии фронта и перспективу Украины стать процветающей прозападной демократии, что и будет победой. Также The Economist призывает Соединенные Штаты дать Украине перспективу вступления в НАТО, но без захваченных Россией территорий и с обещанием не размещать иностранные войска в мирное время. Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, на что нам намекают Ротшильды на страницах за экономость на реализацию китайско-бразильского мирного плана? Именно так, именно так. Распрягайте хлопцы коной. Но спочиваться не получится. Это точно. К сожалению, знаете, все эти виды какой-то дежавю в 10-летней давности, когда говорили, что даже без Крыма, без половины Донбасса, вот главное, Запад из Украины сделает витрину. Ну какая витрина получилась за 10 лет, мы все хорошо видим. Вопрос в том, да, тут трудно спорить с тем, что ресурсно, организационно и по уровню управления Украина не готова к противостоянию с Россией. Без поддержки Запада. В данном случае Соединенных Штатов, Великобритании, страны Евросоюза. Но, но, итоги визита Зеленского. Явно, ну, понятно, что его оппоненты сгущают краски, говорят о полном крахе и катастрофе. Ну, отчасти можно согласиться, но не с пустыми руками приедет. Там 6 миллиардов такие плюс 2 привезет. Вот, ну, если судить по словам Харрис, политика поддержки Украины продолжится. Вопрос только в объемах. А объемы, знаете, ну, ведь жонглировать словами представители демократов умеют великолепно. Ну, это мы видим на примере Байдена, который в том, что, да, по-прежнему намерен делать все для победы Украины. Но все для победы Украины мы прекрасно помним. Триумфальное подписание закона Лен-Лизе. А потом, ну, что из этого получилось, как говорится, мы все тоже видели. Да, не будет уже такой мощной финансовой поддержки, это точно. Очевидно, под поставки вооружений и боеприпасов будут в каких-то намного меньших объемах, нежели это было там в первом полуводии 23-го года. Вот к этому надо готовиться. И да, другое, не будет, судя по всему, уже двухпартийной поддержки. Какие бы там ни были нюансы отношений с Трампом, важно другое. То, что Трамп из тех людей, которые не злопамятны, но никогда ничего не забывают. Если человек тебе создал проблему, и ты этого не заметил, он тебе будет создавать проблему и в дальнейшем. Это то, что писал еще в 90-е годы Трамп. Это как бы его жизненные принципы и взгляды. В отношении Украины мы все прекрасно помним. Я не разу рассказывал, в чем заключался идиотизм минусовки Виктории Спарс. Очень жесткой женщины, тяжелой в общении. Но, тем не менее, поскольку она выходец из Украины, поскольку она до 22 лет жила и работала в Украине, естественно, республиканцы будут сверять часы о том, что тут происходит. Ну, с такими персонами. Но это надо быть абсолютно конгениальными, чтобы вылить на нее после ее визита. Правда, да, она там, как говорится, делала неприятные вещи, общаясь, допустим, в Днепре с Филатовым. Это явно не понравилось Банковой. Но кошмарить ее, знаете, это такой абсолютный факап. И результат мы видим в том, что среди республиканцев существует уже вполне устойчивое негативное представление отношений Украины. Как бы там ни было, но Демарш, когда Джонсон заявляет о необходимости отправить в отставку послала Украины, ну, это знак. Уйдет она или не уйдет, это вопрос другой. Я думаю, что уйдет или не потребует Джонсона. По поводу Маркарова и по поводу того, о чем говорил, точнее, даже писал Джонсон, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, речь идет о вмешательстве в американские выборы. Естественно. Камалы Харриса, давайте мы напомним, кому-то, может быть, даже это расскажем, о том, что поводом для этого стала организованная поездка Зеленского в Пенсильванию. И Джонсон расценил это как предвыборное мероприятие в поддержку Камалы Харрис. Затем Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США начал расследование из-за перелета Зеленского в Пенсильванию для посещения завода боеприпасов на деньги американских налогоплательщиков. Ну, серьезное обвинение вы. Вопрос в другом, Вадим. В чем проблема? Мы тратим миллионы лоббистским компаниям, которые продвигают Украину и работают и с конгрессменами, и с сенаторами. Но задать элементарный вопрос, чтобы это не был очередной забег по граблям, это уже превратился в национальный вид спорта в Украине, особенно в украинской дипломатии. Я прекрасно помню, когда в 2016 году министр внутренних дел писал о том, что Трамп маргинал. Посол Украины Чавой тогда на радио агитировал за Хиллари. Ну, и потом помним, как непросто складывались отношения из команды Трампа, которые все это прекрасно помнили. И да, обвиняли в том, что Украина сложила яйца в одну крансь. Вроде бы в этот раз мы говорим о том, что мы не будем повторять прошлых ошибок, и тут же их делаем. Причем, ну, это элементарно, поскольку то, что считается нормальным у нас, когда за казенный счет проводится кампания представителя власти, это, ну, и предыдущие президенты этим решили, я думаю, и если у нас будут выборы и нынешний будет действовать в том же ключе. Для нас это нормально. Да, там оппозиция что-то, ну, помните, там повоняют и утихнут. А в Соединенных Штатах это скандал. Военно-транспортный самолет, присутствие одних демократов, да и не будем забывать о том, кто губернатор Пенсильвании. Джош Шапира, тот самый, у которого леваки в среде демократов приклеили, и армут геноцидного Джонса, поддержку Израиля, и который из-за этого чуть не стал вице-президентом, то есть, ну, одна из видных и влиятельных пикул. Кстати, и бывший прокурор, довольно, у них есть, скажем так, коммуникация с Камалой Халис, они хорошо знакомы. Но вот это все складывается в такой пазл, который привел республиканцев в состояние бешенства. И, естественно, все это выплеснется на Украину. А это потеря миллиардных сумм помощи. Это потеря десятков тысяч человеческой жизни у нас. То есть, мы же помним, чем обернулась склока демократов и республиканцев из-за пакета помощи такими экономическими, военными, человеческими потерями в начале года. Ну, всего лишь жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Мы все прекрасно это помним, то, что происходило зимой. И эта история рискует повториться. А учитывая то, что может случиться на выборах, ведь последние опросы, хотя у нас, понятно, у нас здесь такой, не знаю, за чей кош, но явно волну гонят в пользу Камалы. И это заметно в информационном поле. Я не знаю, мониторят для республиканцев, но наверняка это уж слишком заметно. Но последняя информация, вот все опросы проводят именно в колеблющихся штатах, которые, как полагают американские эксперты, решат судьбу выборов. Так вот, в колеблющихся штатах там ситуация неоднозначная. К тому же наши стали давать прогнозы о том, что Камала впереди. Нет, там в двух штатах, в Аризоне, в Вирджинии, впереди Трамп. В каком-то штате Камала-Халис, где-то у них поровну. То есть результат выборов совершенно еще не очевиден. И вот в этой ситуации как-то складывать яички в одну корзину, ну это очень-очень неразумно. И это нам аукнется. Ну вот, возвращаясь к итогам визита. Значит, с двухпартийной поддержкой понятно. С этим будут колоссальные сложности. Это надо быть гением дипломатии, чтобы склеить все то, что было разбито за последние годы. Но пока такой ситуации не предвидится. Другое дело, что многие задают вопрос, а что дальше будет? А дальше будет то, что прощайная гастроль Трампа в Европе встречается с Стормером, с Шольцем и будут думать о том, что сделать с Украиной. И судя по всему, Соединенные Штаты намерены поделиться, как говорится, чтобы время финансовой и экономической поддержки, военной поддержки Украины не снили не только Соединенные Штаты, но и европейские партнеры. Надо сказать, да, Германия поддержала Украину более чем на 20 миллиардов евро за годы войны. И сейчас Бундестаг одобрил пакет помощи на 400 миллионов евро. Но все равно, я ни разу говорил о том, что нынешние экономические кондиции Германии, Германия сейчас не потянет, поскольку проблемы в экономике тянут, социальные, политические проблемы, которые отражаются в результатах выборов. Счет на того, как говорил покойный Валерий Мобановский. Это хорошо, это очень хорошо заметно сегодня. И в этой ситуации нетрудно спрогнозировать, с чем мы можем столкнуться в 2025 году. Поэтому вполне благоразумно помогает, что лучше, как говорится, зафиксировать убытки, законсервировать ситуацию, чтобы не потерять больше. Да, поскольку признаков истощения у агрессора пока не наблюдается. Чтобы нам не рассказывали про дефицит техники и так далее, но агрессору есть чем воевать. И с деньгами все в порядке. Только вот серый танкерный флот дает еженедельно полтора миллиарда евро доходов от продажи нефтепродуктов. Ну и не только это. На 90 миллиардов долларов Индия покупает прежнему нефтепродукты. Китай. И это позволяет финансировать войну. Без ущерба уровню жизни Российской Федерации. Без ущерба для 150 миллиардов на войну. Причем тенденция к увеличению военных расходов. Ну, это, по-моему, очевидный факт. Как бы там ни было, пока у нас наш главный банкир, глава Нацбанка, пышный, и, собственно, рассуждает о том, что повышение налогов – это стимул экономики, ну, наверное, это еще один выпускник Трусковецкой школы экономики. Вот. Ну, это абсолютный нонсенс. Наоборот, когда хотят стимулировать экономику, налоги ослабляют. Но то, что другое, то, что мы знаем, это главный лоббист банкиров, которые благополучно во время войны делают сверхприбыли на государственную ценную бумагу. И обратите внимание, как они отбили ситуацию с намерением брать 50% прибыли, забирать у банков 50%. А мы не будем покупать ценные бумаги правительству. В таком случае. Вот и все. Вот кому война, кому мать родная. Набиулина же, новая Центробанка России, она, работая с Белоусовым, они внедрили вот это то самое военное кинстианство, когда бюджетные деньги вливаются в военно-промышленный комплекс, ну, что, по крайней мере, позволено перевести российский ВПК на военные рельсы, который работает 24 часа в день, 7 дней в неделю. Да, есть проблемы с масштабированием, с качеством продукции, но, тем не менее, он и работает. И 4% экономического роста налицо. Вот. А у нас, ну, наш нацбанк кормит финансовых спекулянтов, вместо того, чтобы вливать украинский военно-промышленный комплекс в реальный сектор экономики. Вот поэтому... А значит, да. И выходим на другое. А значит, другое. Если будет так ставиться вопрос, увидим еще по итогам встречи в Европе, что там Байден со Стормером и Шольцем нарешают, ну, вполне может маячить и политическая перезагрузка. Это не в интересах банков и банков. Как раз вот и пишут о том, что в 2025 году могут состояться президентские выборы в Украине. Да, да, да. У меня все-таки останется ощущение того, что, знаете, вот эта эмоциональная дипломатия Зеленского, то есть попытки эмоционально давить, апеллировать к чувствам, Владимир Александрович прекрасно всю жизнь умеет монетизировать эмоции. Но в данном случае, вот как любое лекарство, знаете, сначала оно дает эффект... прекрасно действует, потом организм привыкает, а потом оно начинает приносить еще и вред, то есть когда идет овердоз. Вот у Владимира Александровича уже получается такая передозировка. Явно вот эти подходы, эти методы, которые он исповедовал два года, и которые приносили довольно реальные результаты, вот по словам Трампа, каждый раз возвращается с 60 миллиардами долларов. все, это уже не работает. Скорее, это во вред. То есть это напрягает. Раз напрягает, ну, вполне возможно, что будут продвигать политические перемены. Возможно, стоит ожидать и ряда отставок после возвращения Владимира Александровича из Соединенных Штатов. А Маркарову тоже нет, как вы думаете? Нет. Я думаю, она все-таки, да, ее, ну, ходят упорные смухи, что на ее место метит экс-министр иностранного дела Дмитрий Гулебов. Вот. И вполне, ну, вполне можем увидеть Маркарову и в кресле премьера. Если финансовая ситуация возьмет за горло, Дорату у нас, мы готовы давать деньги, но под условия того, что под человека. То есть премьер-министр, который будет менее чуток к пожеланиям банковой, ну, и который, скажем, чья креатура Маркарова, ну, помните, такая была мадам Яреско, которая благополучно водрузила на Украину так реструктуризировала Дор, что она вот это долговое ярмо. Ну, большой патриот Украины, наверное, поэтому нам придется, если у нас тогда будет экономический рост, более 4% еще там, как говорится, платить за этот рост немеренные деньги. Вот так вот, понятно, что креатура тех кругов, которые... финансируют, дают деньги Украине. То есть вполне нам, вполне можно ожидать таких кадровых подвижек. Я предполагаю, но то, что Маркарова, судя по всему, долго не задержится, и в ближайшее время она не отправится куда-то там, просто в отставку, то есть ее передвинут. Но, судя по всему, на куда-то более высокую должность. Потому что мы прекрасно понимаем, в этой ситуации, кто будет банковать. А Маркарова как раз является ярким представителем тех кругов, которые сегодня и завтра будут контролировать положение дела Украины. Андрей Владимирович, по поводу визита президента Зеленского в контексте плана победы. Он этот план повез, он этот план привез, он этот план показал. Что дальше? Что дальше? Ну, уже не ясно, что с дальнобойным оружием не получилось. Это совершенно очевидно. И вчерашнее заявление, ну, собственно, давно и не секрет было, то, что Пентагон и разведсообщество американское выступали против такого разрешения, считали, что это может спровоцировать, сподвигнуть Путина на неадекватные действия. И предупреждение о том, что это будет рассматриваться как непосредственное участие Соединенных Штатов в войне, прозвучало не из уст кого-то, вроде Пескова, а из уст Путина. И вчерашние заявления о пересмотре ядерной доктрины Российской Федерации, это тоже из того же разряда. Поэтому с высокой степенью, ну, могу сказать, 99% то, что Украина не получит такого разрешения на удары, допустим, американским оружием. Что там британское и французское, это отдельная тема. Тут тоже такое, есть определенное лукавство, поскольку система наведения в Штормшеду американские, то есть и тут тоже. Но я не раз говорю о том, что в Кремле прекрасно понимают то, что без космической разведки, без спутников-шпионов невозможно осуществить целеуказания, определение координат цели, невозможно запрограммировать ракету и, соответственно, и фиксировать результаты применения. А здесь, ну, понятно, без партнеров, без американцев, ну, никуда. Естественно, этим пытаются, собственно, давить на американцев. Прекрасное видео о том, что они, отвечая на их подходы в духе стратегической неопределенности, они в пауле конкретно угрожают применением ядерного и не ядерного оружия, но уже по, в данном случае, по странам НАТО, в случае, если такое разрешение будет дано, и Украина не несет удар. И более того, ну, фактически, вот с беспилотниками, там же говорится о том, что даже если нападение осуществляется страной, не обладающей ядерным оружием, то есть, конвенциальными какими-то средствами, то это уже может рассматриваться как повод для использования ядерного оружия. То есть, понятно другое. То, что в Кремле, прежде всего, беспокоятся не о военном ущербе. Прекрасно понимают о том, что там несколько сот атакамсов, они не нанесут какого-то фатального ущерба военной мощи экономике Российской Федерации. Да, болезненно, как удары по нефтеперегонке с помощью этих беспилотников. Да, это болезненно, но не смертельно. А вот политические, скажем так, репутационные издержки, если там ракета прилетает куда-нибудь в центр Москвы, все прекрасно понимают. И вот, собственно, исходя из этого и вот этот момент действовать, как говорится, на опережение, мы видим в данном случае пример такого подхода. Андрей Владимирович. Министр иностранных дел Китая Ван И говорит о том, что Китай и страны глобального юга создают международную группу по завершению войны в Украине. И такая группа будет называться «Друзья мира». По словам Ван И, «Друзья мира» — это не закрытая группа, а открытые платформы. Вместо конкуренции мы стремимся к инклюзивному диалогу. «Друзья мира» были рождены для мира, и международное сообщество должно их приветствовать. «Друзья мира» призваны дать объективный, рациональный голос и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса. Как вам такие друзья? Нет, ну, это ж... Где тут Украина? Понятно, что это, по большому счету, геополитическая схватка противостояния Пекина и Соединенных Штатов. А Украина здесь в данном случае используется как площадка для демонстрации для позиционирования политики Китая. Я не раз говорю о том, что Китай вполне четко и последовательно противопоставляет. Вот Соединенные Штаты, Геемон, когда был однополярный мир, они давали деньги под политические условия, диктуя, осуществляя диктаты. Это приводило к конфликтам, к войнам. А вот мы, мы не ставим никаких политических условий. Действительно, Китай, допустим, в той же Африке, где серьезно укрепились позиции Китая за последние десятилетия, Китай проводит такую дипломатию чековой книжки. Пожалуйста, мы не ставим никаких политических условий. Часть наших специалистов, наши деньги, и особенно в инфраструктуру Китай вкладывал очень много. Но мы предлагаем Соединенные Штаты, это диктаты войны, а мы, миры, процветали. То есть и ситуация в Украине прекрасно вписывается. То, что это, по сути, перекликается с тем, что мы озвучивали на страницах британской газеты. Возможно, там мы тоже готовы идти, но отдать первенство, лавре первенства Китаю, продемонстрировав свою слабость своей позиции. И понятно, отсюда реакция, реакция украинского руководства, реакция Соединенных Штатов негативная на мирное предложение Китая. Китайско-бразильский мирный план. Не из того, что Соединенные Штаты там что-то возражают по существу. Тут проблема в геополитическом противостоянии. Китай набирает обороты. И вот это, естественно, прекрасно понимают в Соединенных Штатах Америки. Сначала экономика, затем это все переходит в военную сферу, дипломатическую сферу, и это не может не тревожить Вашингтон в этой ситуации. Поэтому я предполагаю о том, что 110 стран, подписавшихся все-таки под китайско-бразильским мирным планом, это несколько больше, чем количество стран, которые подписались под итоговым документом саммита мира оберегающих. Дорогие друзья, известный украинский политтехнолог Андрей Золотарев был вместе с нами на Укрлайф ТВ. Андрей Владимирович, как всегда, благодарю Вас за содержательный разговор. Также я говорю спасибо нашим зрителям, слушателям, подписчикам канала. Если не подписаны на Укрлайф ТВ, подпишитесь, лайк этому видео поставьте, оставайтесь вместе с нами. Самое главное это берегите себя, всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok